Всем привет! С вами Настя и вы на моем канале. И сегодня я хочу вам показать свой рецепт. Один из... Как бы... Хочу вообще показать несколько рецептов, но это первый. Достаточно хороший рецепт маски для волос. Для этого нам понадобится пакетик бесцветных «ны». Наносить мы его будем только на корни. И масло. Масло усьмы. Его можно заказать в «Азоне», «Валберис». Именно листьев усьмы холодного отжима. То есть, это масло хорошо стимулирует луковицы для роста волос. И вообще, как бы, как на мой взгляд, эта маска отлично укрепляет волосы. То есть, я сейчас уже так делаю эту маску, наверное, месяца три. И у меня волосы отличного качества стали. Сейчас, кстати, голова грязная. Я уже ее не мыла дня три, наверное. И как бы, ну, видите. Даже хоть и не мыла три дня, все равно выглядит достаточно нечеток. И, кстати, волосы подросли так тоже. Потому что, мне кажется, они были покороче. Ну, то есть, эта маска, она укрепляет, оздоравливает, утолщает структуру волоса. Кстати, такая маска не подойдет блондинкам. Поэтому будьте осторожны с этим. А то потом не сможете покрасить. И вообще, цвет может позеленеть. Так что, эта маска только для брюнеток. И лучше ее всего использовать в том случае, как мне кажется, когда вы лучше вообще не красите с химическими красками. Или использовать там за три недели до покраски химии. Потому что вот эта вот структура хны, то есть, она заполняет волос. Волосы становятся качественнее, толще. Но и также это препятствует окрашиванию, если вы красите волосы химическими красками. Давайте разведем сейчас нашу маску. Мне вот такого одного пакетика хватает. Наношу я только на корни. Важный еще момент. Помимо всего того, что я перечислила ранее, я добавляю одну такую ложку молотого кофе. То есть, это нерастворимый кофе. Это молотый. Его надо варить. Теперь заливаем горячей водой. Слишком много я не лью. Потому что нужно соблюсти правильную консистенцию. Иначе у вас все будет стекать с волос. То есть, немножечко добавила. Замешала. Вижу, что густо. Еще добавляю. Теперь однозначно достаточно жидкости. Маску надо настоять минут 15. Она разбухнет, впитает влагу. Вообще, такая маска, она больше подходит, ну, как на мой взгляд, для жирных волос. То есть, для сухих я бы не стала ее использовать. Потому что она тоже такая, знаете, подсушивает кожу головы. Но, собственно, мы же на длину волос ее не наносим. Поэтому, как бы, с ней надо тоже правильно. То есть, мы ее сейчас оставим минут на 15 набухать. И она станет еще немного гуще. И поэтому можно будет, в принципе, капнуть еще жидкости. Теперь добавляю масло усьмы. Листьев усьмы холодного отжима. Ну, где-то две вот таких полных пипеточки добавляю. И все. Вот такая вот замечательная маска у нас практически готова. Оставим ее немного набухнуть. Маска у меня уже готова. Сверху накидываем на себя такую пеленку обыкновенную детскую хлопкую. Вот такая она по консистенции. Я сюда капнула только что еще водички из чайника тепленькой. Чтобы она была немножечко пожиже. Потому что хна все впитала. Ну, как, не все впитала, но стала очень-очень густой. Вот, прям капелюсю такую капнула и все. Такая консистенция. Ну, что, будем наносить. Наносим на корни. То есть, да, как бы по всей голове. Если вы все правильно рассчитали, здесь много жидкости не надо в эту маску, иначе она будет стекать. А если все правильно рассчитали, то стекать ничего не будет. Сверху накидываем на курицу. Сверху накидываем на курицу. Сверху накидываем на курицу. Субтитры сделал DimaTorzok Последние остатки остались Сейчас мы все так добавим И перед тем, как я буду убирать в голову в пакет Можно, кажется, взять шапочку Но у меня обыкновенный пакет Мы его так вот помассажируем Ну, хотя бы минутку А лучше всего даже минут 5 Но это в идеале Руки очень легко смываются Не окрашиваются Одежда тоже стирается нормально Ну, темная одежда точно нормально стирается А вот светлая Например, вот эту пеленочку Я стираю каждый раз после масок Ну, вот тут вот, да, что-то попало Но все равно небольшие пятна Так, ну все Собираем теперь волосики вот так Я их даже ничем не закрепляю Просто так сворачиваю Теперь берем пакет Спонсор сегодняшней моей маски FixPrice Пакет из FixPrice Все Сейчас мы завяжем его Спустим воздух лишний Так вот И для лучшего эффекта Утеплим голову Вот так вот И ходим так Ну, минимум минут сорок А так я вообще хожу То есть Бывает и два часа Тут Все, в принципе, натурально Ничего не щипет Так что Вот такая вот масочка Смывать я буду Точнее промывать Вот таким вот шампунем Шампунь у меня бессульфатный То есть Это первая марка Которая мне попалась Бессульфатная То есть Стала вот я сейчас Пользоваться такими шампунями Вот Флакон на один литр Стоит Где-то 600 рублей 650 Но его надолго хватает А маску потом буду использовать Бальзам Точнее Поласкиватель У меня вот такой вот Но он, правда, с сульфатами Я что-то как-то Плохо выбирала Но он уже заканчивается Тут как бы Серия номер один Для роста волос А так вот он закончится Хочу взять бальзам Бессульфатный Все Ходим Потом смываем Ну что У меня уже Голова полностью Подсохла Феном я ее не сушила Вообще Стараюсь Как можно реже Делать укладки И использовать фен Ну и собственно Смотрите Что получилось Волосы такие Пышные Прям Мягкие Легкие Приятные В общем Отличная Маска Если у вас Нету Масла Усьмы То вы можете Попробовать Добавить Касторовое масло Ну В принципе Тут Знаете На выбор Кто какое Добавляет Можно даже В принципе И оливковое Ну а на этом Все Вот такой вот Рецепт Маски Для волос Я еще хочу Обязательно Поделиться с вами Кое-какими Дополнительными Рецептами Тоже Что я использую Какие маски Я делаю Но в общем-то Это вот такой Один из Который Я тоже Очень-очень Люблю Стараюсь Делать Где-то В последнее Время Два раза В неделю Ну а на этом Все Пишите Свои вопросы Комментарии Всем красоты Красивых Сильных Волос Кстати Масло Усьмы Оно Больше Для роста Чтобы Волосы Росли Побыстрее А на этом Все Всем До новых Встреч И увидимся Очень скоро Пока-пока Субтитры